Первый проект сотрудничества учащихся и православной церковью в Величковичской школе был реализован 4 года назад на Рождество. Сегодня ученики посвятили праздник покровам и своим мамам. Гостеприимный агрогородок встречал священнослужителей по доброй христианской традиции с улыбками и хлебом с солью. Спасибо Господи, с большой радостью принимаю хлеб. Под покровом матери в формате театрализованного представления школьники рассказали о празднике покрова Пресвятой Богородицы. Прозвучали стихи и песни. Кружились танцы, инсценировали притчи. Вот, например, «Чёрная тоска», которая из-за непослушания детей одолела мать. Однако в финале всё-таки побеждает любовь. Дети боготворят и почитают самого дорогого на земле человека. Мама, дорогая! Мама, дорогая! Мама, дорогая! Представьте, что у каждого из нас есть ангел. Есть ангел-хранитель. И вы сегодня про него пели. Все ваши выступления были посвящены этому ангелу-хранителю. Наш ангел-хранитель – это наша мама. Но у нас есть ангел-хранитель и от Бога. И вот, чтобы представить себе, как выглядит этот ангел-хранитель, который рядом с нами всегда, мы должны подумать о нашей маме. Вот так же, как нас любит мама, так же, как о нас заботится мама, так же о нас заботится Господь и наши ангелы-хранители. В соцпроектах возродить маленьких белорусов к национальным истокам, корням, главным из которого является православие. А еще стремление к состраданию и желание помочь ближнему – именно последнее и стало основным направлением в данной программе. Вот эта черствость, которая застыла внутри, она не должна быть там. И поэтому, конечно же, духовно-нравственное воспитание нужно детям. Развивать личность, гармоничную личность. И самое главное, чтобы вырос человек. Потому что профессии у нас все почетные, а вот личность как человек, она должна сформироваться. Я считаю, что духовно-нравственное воспитание нужно детям, так как у большей части молодежи некоторые жизненные ценности отошли на второй план. И самыми главными становятся материальные ценности, и они забывают про состояние души. Я впервые в Величковичах, но очень много слышал об этом агрогородке. И я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы здесь был священник, постоянно находился священник. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы здесь был открыт православный приход. Конечно, с вашей помощью. Закончился визит священнослужителей на Полесскую землю, встречи с сельчанами. Всем присутствующим епископ Антоний пожелал помощи Божьей в трудах, мира и добра и благословил жителей агрогородка Величковичи на добрые дела.